доброго времени на этом видео посмотрим на такой винтажный радиоприемник по моему 70 или 72 года от компании асика которая возможно что это японский бренд производился данный радиоприемник гонконге вот такие у него есть переключатели точнее переключатель с левой стороны если мы спереди смотрим между питанием от сети переменного тока 220 ac и dc на четыре батареечки не пальчиковые такие и не самые большие в общем сзади они вставляются в контент контейнер я покажу чуть ближе как ни странно этот радиоприемник оказался рабочий вот у него есть такая антенна которая выдвигается либо вставляется также выдвинул ее полностью из корпуса ее можно поворачивать вокруг радиоприемника вертикальной оси и так сказать добиваться наилучшего приема к моему большему удивлению аппаратик вот так вот выглядит сверху обшит таким материалом в стиле того времени что-то типа кожзама на задние две такие заклепочки на которых держится откидная задняя крышка и вставляются батарейки но включим и послушаем его тему сейчас я чуть больше выдвину включение самая нижняя кнопочка поворотная ножа регулятор громкости нужно переключиться на питание от сети вот он так включается небольшое шуршание вполне устранимое присутствует в потенциометре регулятора громкости такие переключатели диапазонов am, fm и afc automatic frequency control то есть настройка fm диапазона с поддержанием автоматической частоты с более таким устойчивым приемом получается диапазон как мы видим 88 108 мм стандартный от 54 до 160 кГц какие-то станции он принимает громче какие-то тише в целом вроде бы все станции которые присутствуют в данной местности он берет просто некоторые некоторые слабо звучат но тем не менее тем не менее все работает ну в общем то аппаратик конечно больше и для интерьера но однако его можно использовать и по практическому назначению звучание такое средней степени приятности хотя какие-то винтажные мелодии точнее ретро мелодии звучат вполне в духе этого винтажного радио например вот такой радио джаз так покажу вот антенна в принципе родная длинная прямая и открою крышку сзади неудобно одной рукой сейчас на паузу ну вот так вот я открыл выглядит он изнутри как я говорил контейнер батарейный отсек здесь присутствуют такие вот для сматывания провода направляющие сетевого когда приемник пытается от батарей то мы можем смотать провод и закрыть этой крышкой которая на защёлках на средневолновом диапазоне тоже какая-то станция ну тоже что-то в вечернее время можно и на средних волнах принять где-то прорываются помехи в общем можно настроиться можно слушать можно смотреть на него можно поставить куда-нибудь на полку в коллекцию каких-то старых винтажных но все еще работающих вещей такой аппаратик асика его модель сейчас скажу правильно как называется fs fsh 212 как мы видим как я упоминал made in hongkong в целом достаточно чистый батарейный отсек без окислов в общем рабочее радио в общем это было и так он принимает достаточно нормально я бы сказал для своего возраста спасибо за просмотр всем пока выключаю шелчок такой при выключении ну все пока пока ну все пока Продолжение следует...